Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Здарова нахуй ёпта. Я вот думал, на какой канал залить данный ролик. На третий, или как он там уже возможно, даже второй канал Семён. И решил, что попробую тут это сделать. Посмотреть вообще на вашу активность и на все прочие вещи. Как говорится, 50 лайков и новая серия выйдет сразу же. Как опять же говорят многие остальные люди. Подумал, подумал и решил, что сделаю это вот именно вот тут. Потому что на Семёне нужно вот это вот там свет расставлять, камеру настраивать. Ещё там подписчиков мало. Да и в целом там всё хуёво. Поэтому это первая реакция на этом моём основном теперь уже канале под названием ZDS маленькими буквами. Сегодня человек с канала Трэш Адептус будет рассказывать плюсы и минусы Абсолют РП. Две вертикальные палочки, ответ разоблачителям, две вертикальные палочки. Ну давайте посмотрим на этот ответ. Хули нам-то, да, пацанам? Мистер Кей, по-моему, впервые выдвинул теорию о том, что Абсолют Ролиплей накручивает себя онлайн при помощи ботов. И в самом деле... Ебать! А чей же это ролик такой показан тут в начале? Почему мне это никто из вас не скинул? Обычно как происходит? Люди мне сами скидывают ролики, в которых меня как-то упомянули, задели, вот. И пишут, мол, смотри, Дань, тебя упомянули в том-то, в том-то ролике. Я такой, ебать, классно, сейчас посмотрю. С этим же роликом такого не было. Я вот буквально случайно наткнулся на это. Если бы я на это как-то не наткнулся, да, то я бы даже не знал, что меня где-то там упомянули. Возможно, меня сейчас где-то упоминают, я об этом даже не знаю. Поэтому если видите, что меня где-то упоминают, то напишите мне в личку ВКонтакте, я вам скажу спасибо, да, классно, я бы без вас не увидел. Так вот, можно сказать, что трэш-адептус, вот, исходя из всего этого, просто никому не нужен, что даже мне его не скинули. Боты, боты повсюду, господи. Моя жизнь это сраный бот. Блять, все вокруг это боты. Боже, наш мир населен ботами. Сука, как же ж теперь шить? Дружочек, вот это твое клоунское манер речи, меня не впечатляет. Я думаю, что мы должны встретиться и обсудить все на языке боль. Ну, ты сам понимаешь. Добрый вечер, дорогие телезрители моего популярного канала, где я несу хуйню о компьютерных играх, а также различных житейских и важных проблем. Угу, конечно. Ай, ключевое слово здесь, несу хуйню. Он сам на 20-й секунде ролика, блять, себя разъебал. Ну, я просто не знаю, как реагировать на эту новую школу самперов. Просто чел сам себя уже слил просто с первых секунд. Смотреть дальше смысла, ну, я просто, блять, не вижу. Побудило меня создать этот ролик довольно частое мнение о том, что сервер Абсолют РП, на котором я играю, один из самых помойных серваков из всех РП, которые есть. Причем главный критерий хейта, так сказать, это боты. Боты, блять, повсюду. И меня удивляет тот факт, что разоблачители, как петухи из прошлого ролика, только и твердят об этом недостатке, которого в реале нет, но об этом далее. Запомнили, блять, ботов в реале и нет. Пошел нахуй мистер Кей, пошел нахуй вертечь, и все, кто на ролик заходил на эту помойку. Пошел нахуй я, ведь я тоже на эту хуйню заходил и видел там ботов. Заходил на стриме, заходил на ролике, заходил просто так. Но, видимо, мы все пошли нахуй, потому что этот человек все опровергнет в данном своем видеоролике. И вообще не могут сделать хоть какое-то подобие критики. А она есть, у сервера есть проблемы, это глупо отрицать. Но у меня такое ощущение, что у самперовской тематики не только 12-летние комьюнити, но еще и такие же контент-мейкеры. Блядь, чел, ну ты че серьезно, блять? Ну вот у меня 12-летняя аудитория, и я, блять, сам... Блять, ну что такое... Ладно, друзья, бандиты. Завтра в 20.00 выходит ролик, что будет, если написать в репорт слово жопа. Подписывайтесь на канал. Потому что то, что они несут, это перманентный пиздец. И еще убивают практически каждый из них, даже не играл на этом сервере. Но это то же самое, если я сейчас начну разбирать Аризону или Даймонд. При этом я там даже 5 минут не провел. Ой, бля. После этой фразы жизнь разделилась на до и после. Оказывается, чтобы понять, что говно, это говно, нужно в него обязательно наступить. Не достаточно его просто увидеть и опознать, как говно. Нет, нет. Нет, нужно обязательно в него вляпаться. И тогда уже говорить, ну пиздец, пацаны, это говно, я вляпался, вот я весь, блять, по уши, там, по ноги в дерьме, пиздец. Нет, чел, реально красава, все правильно говорит. Сразу скажу, что все, что ниже будет сказано, это мое имха. Я не являюсь экспертом РП серваков. Вся моя критика будет исходить из позиции рядового игрока. Да и я просто хочу показать нашим разоблачителям, что хоть немного надо напрягаться и делать что-то осмысленное, а не то, что схавает подписота. Схавает подписота. Вы подписота, вы схаваете. Тупые хомяки. 50 лайков, добиваемые новой серии выйдет сразу же. Также, все, о чем я буду рассказывать, будет касаться первого сервера, Абсолюта Платинум. На других я не играл, поэтому также не могу сказать, как там обстоят дела. Погнали, короче. А то я уже заебался нести очевидную хуйню. Вот именно, что очевидную, блять, хуйню. Я посмотрел уже больше 1 минуты 30 секунд, и все, что я услышал, это хуйня и ничего больше. И начнем мы, конечно же, из плюсов сервера. Опять же, эти плюсы чисто субъективны, и возможно для вас они будут минусами, или же у вас свои плюсы. Первое, это удобное меню. Удобное, блять, меню. Одна какая-то хуйня подсвечена кислотным, блять, зеленым цветом. Все остальное, это просто пиздец. Никаких цифр, блять, нихуя. Ой, блять. Вы знаете, на серверах в меню ММ обычно рядом с пунктом пишут цифры. Ну, типа, чтобы ты не ориентировался на буквы, которые там написаны, чтобы ты постоянно не читал, что там написано. А уже по цифрам мог сказать, какой конкретно пункт тебе нужен. Тут же просто пиздец. Навалили, блять, вот такую вот громадину текста, и ты сам с этим как-то ебись, долбоеб. Мне похуй вообще, Абсолют Рулеплей, я Абсолют Рулеплей, блять. Пиздец. Я думаю, со мной многие согласятся, что меню на Абсолюте сделано толково и грамотно. Это также замечают и адекватные игроки из других РП-проектов. Адекватные игроки, блять. То есть, понимаете, сразу так планку задрал. Адекватные игроки, то есть, не, я-то адекватный игрок, я-то все пойму, как бы. Бля, ну, я уже просто... Можно я это комментировать не буду? Бля, можно просто я другой какой-то ролик запишу, блять. Там, никому не нужный, на, Данилу Герреру еще один, или там, я не знаю. Отправьте это видео Данилу Геррере еще одну серию, блять. Но это... Я не могу, блять. Я не могу. Пиздец, блять. Удобно, быстро, интуитивно, понятно. Даже рядовой сампер в этом разберется. Сюда же можно отнести то, что команды пишутся кириллицей. Руссками буковками. Некоторые популярные личности в самом пространстве нарекают это недостатком. Но я хызы, это, наоборот, удобно, как по мне. Блять, ну что за пиздец русскими буквами? Команды, блять, пишутся. То есть, вы пишете не сеттинг, как нормальные люди, там, не сеттинг, да, настройки. А вот, чисто вы пишете, там, слэш настройки. Это же уродство, ебаные. Английский язык, это охуительный международный язык. А тут просто такая залупа, бля. Второй пункт. Поддержка сампадона и исправление багов оригинального Андреаса. Конечно, сампадон жрет системку слабых компов. Но это такое себе заявление. На дверей 2019 год и негодовать из-за того, что вы играете на ноуте 15-летней давности, не комильфо. Сам на таком играл, так что понимаю, как это смотреть на 10 фпс в людных местах. Это еще и довольно хороший плюс. Ибо многие серваки не исправляют баги, а просто пилят новые текстурки и прочие свистоперделки. Серваки пилят новые текстурки. Блять, с ним все нормально, вот с этим трэш адептюрис, блять. Можно санитаров? Какие, блять, текстурки? Че за пиздец? Ну это, это среднестатистический игрок Абсолюта, блять. Ну это просто пиздец. При этом играть невозможно из-за вылетов, краша и прочих пиздецов. Но у Абсолюта тут как раз наоборот. Вот баги-то они правят, а вот что-то новое, но об этом поговорим в минусах. Третий пункт. То, что сам Абсолют РП не совсем РП. Ну как вот тоже сказать не совсем РП? Скорее совсем РПГ с элементами паркура, блять, и ботов, или вроде того. Да, это очень странный плюс и достоинство, но для меня это плюс. Объясняю почему. Впервые с РП модом я познакомился на Адвансе в 2012 году. И когда начал там играть, я дико охуел с того, что происходит. Это такая скука смертная была, что я даже до второго уровня не дошел. Просто дропнул этот рутиный пиздец. Понимаете, человек говорит про рутину и работает автобусником на Абсолюте. Точно такая же работа есть на Адвансе, блять. В чем отличие? Где, что? Непонятно. Но человек говорит как бы да, и всем похуй. Бля, я не знаю. Я еще подумал, в моей жизни так полно работы и прочих обычных вещей. Нахуя мне еще в игре такой херней страдать? Возможно, я попал не на самый удачный РП проект и начал бы я с условной Аризоны. Я знаю, что Аризона появилась позже, но похуй. Мое мнение было бы другим. Но желание играть в РП отбилось. И только спустя 3 года, когда мы с корешем чисто по фану зарегались на первом попавшемся в серваке, я понял, что этот Абсолют дарит мне относительную свободу. А я пиздец как люблю делать то, что сам хочу. Создавать сам себе геймплей. И то, что на этом сервере не надо отыгрывать каждый свой пердеж, это круто. Да на любом сервере, кроме фулл РП, не надо отыгрывать пердеж. И кстати, заметьте, за весь геймплей его ролика мы встретили максимум 5 человек. Где все остальные там 800 или 1000 или 600 или 500 даже? Что на это скажешь, блядь? Ну что это, блядь? Ибо Сан Андреас морально устарел для этого. В той же пятерке на РП серваках наоборот интересно отыгрывать каждую житейскую мелочь. Ибо там есть войсчат и движок более гибкий и современ. Четвертый пункт. Более-менее невсратая экономика и возможность выводить реальные деньги по неплохому курсу. Не буду утверждать, но по инсайдам от моих подписчиков, на той же Аризоне с экономикой все очень плохо. Миллионы там ни хера не значит и здесь пока с этим дела получше. Вот опять же, на Аризоне миллионы ничего не значат. Но человек почему-то не отмечает, что эти самые миллионы тут заработать проще простого. Как это происходит? Почему так происходит? Непонятно, блядь. Просто Аризона, блядь. Авто можно купить за относительно малые деньги. Недвига держится на уровне. Вывести деньги по курсу 1 миллион-200 рублей тоже неплохо. Кто играет на Аризоне, напишите в комменты, как у вас с этим дела обстоят и какой курс вывода у вас. Какой, блядь, курс вывода? Я правильно понимаю? Я правильно вот это вот понимаю? Что на Абсолюте можно вертами барыжить? Или что? Чё он несёт нахуй? И это плюс? Это плюс, блядь. То, что ты можешь, блядь, продавая верты, угубить экономику. Это плюс? Я хуею с этой дурой, блядь. Пятый пункт. Относительно чистый Андреас. Без всяких колхозных объектов на карте. Тут чистая субъективщина. Я даже заменки не ставлю на авто, ибо для меня на данном движке-играфоне текстуры извне выглядят колхозно и вырвиглазно. Поэтому меня устраивает, что более-менее карта не пестрит всяким шкалодизайном. Хотя то, что игроки ставят ёлки на проезжую часть, хочется им эту ёлку в сраку засунуть, если честно. Он не знает, блядь, сколько там есть лотоц. Какой долбоёб, блядь. Блядь, хотя бы поиграл, да. Нравится, что можно работать и фармить деньги. И на трамвае, да, кататься? Да, и на трамвае работать. Плюс кумарят ещё эти админы. Которые пишут ЖБ, они нифига не реагируют. Чем они там вообще занимаются? Вообще во фракции я не ходил. Говорят, что ты не работаешь во фракциях? Я говорю, ну блин, мне выгоднее работать на трамвае, чем в тех фракциях. Там копейки платят. Я говорю, ну у меня смысл игры просто зарабатывание денег. Вы спросите, что это было? А я не ебу. Я сам несколько раз просматривал эту хуйню, я не ебу. Какие-то Тарантиновские вставки, блядь и прочая хуйня. Чё за пиздец? Вот это, вот именно, это нахуй типичные игроки Абсолют Роли Плей. Там, кстати, на мониторе мой видос ещё открыт, поэтому это они меня там обсуждают. Забавно, пацаны, я сейчас вас обсуждаю. А теперь перейдём к минусам. Первое. Комьюнити. На самом деле, это минус не чисто Абсолюта, а Сампа в целом. В основном это дети, которые по понятным причинам ещё не могут в адекватность. И это хорошо, что в Сампе нет вейс-чата. Я представляю, какой был бы дикий орб из клявых тащеров, если бы вместо чата люди орали бы в микрофон всякие первые, по типу «Подашники лахи, сосать!» «Ну ты и нулина!» «Продам автомобиль Манану за 300 миллиардов и прочий ад!» В Стёбе Петуха Апокалипсис я как раз показал истерию от перепродажи петухов, которых добавили 1 апреля только на один день. Так что можно представить, что было бы, если все эти 12-летние орали бы в один голос разную хрень. «Зачем он это говорит? Что это, блядь? Это ж вообще минус Сампа, блядь! Я не абсолютно... Ну, а чё, блядь, а комьюнити, аудитория, блядь, ну это ж минус... Это минус любой онлайн игры, блядь, то что... Я не... Блядь!» Второй пункт. То, что сервер не развивается в плане игровых механики новых работ. «Когда добавят мафии! Когда добавят ФБР! Забодин! Где работа дальнобойщика?» Кто играет на Апсе, сразу узнает знакомые призывы детей, и они вполне оправданы. Та же мафия добавлялась года 3. Серьезно, я как начал играть, так уже было нытьё про мафии. Конечно, хорошо, что направятся баги, и техническая часть исправляется. Но что по геймплею? Новые плюхи-то тоже должны быть. Третий пункт. Боты. Ой, блядь, пиздец. Без комментариев, блядь. Ноу коменс просто, блядь. Ноу коменс. Я не хочу это комментировать. В пизду, блядь. Нет, в пизду. На самом деле АФКшники. Да, то, что здесь можно АФК находиться и просто качать опыт, а если в РП-фраке, то и ЗП. Это, с одной стороны, неплохо, но и радости, и задору это не добавляет. Новичок заходит и палит онлайн в районе фула, а на самом деле играет активно процентов 60. Остальные стоят в АФК, на респах и фраках, что создаёт пустоту на сервере и ботов в бумаг разоблачителей. Объясняю для мамкиных критиков сервака. Здесь это делается из-за высоких запросов уровня для различных автомобилей. У меня сейчас, допустим, 20 уровень, а начала играть с 2015 или 2016 года. Так я 25% автопарка до сих пор не могу взять из-за того, что левел не дотягивает. И пиздёж идиотов о том, что на сервере постоянно фулл онлайн, это полная хуйня. Вот вам онлайн утром в будний день. 600 человек нахуй! Утро в будний день! 600 человек! Ой, блядь, да что за долбоёб, сука! На Аризоне столько нет, наверное, в буднее утро, блядь, тут абсолютную липлей как... Блядь! Ребята, прежде чем нести одну и ту же залупу, пожалуйста, хоть неделю поиграть. А то вы просто вторите один одному, при этом говорите чуть ли не текст в текст. Четвёртый пункт. Бюрократическая система жалоб. Вот это, кстати, самое большое РП на сервере, ибо ты, как в реальной жизни, херачишь заяву на нарушение в сторону тебя игрока или админа. Соблюдая при этом нормативные правила и прочий поход в какой-нибудь ЖЭК для написания жалобы или просьбы разобраться с ситуацией. С одной стороны, это работает, твою жалобу рассматривают и принимают меры. Но с другой, очень долгий муторный процесс, который при этом должен быть строго по регламенту. Но, какое комьюнити, такие методы разборов, тут уже по-другому никак. Ну типа комьюнити хуесосов или как? Пятый пункт. Администрация. Конечно, там такие же люди, как и игроки, и среди них есть грамотные, действительно умеющие вести диалог, а также могущие в здравый смысл. Понимаете, каким бы неправым был игрок, а уж тем более админ, он должен уметь общаться с той аудиторией, которую админит. Я понимаю, что с таким комьюнити нервы и банальное желание вести диалог отваливаются. Но вы администратор, вы лицо сервера, в любой среде, где работа идёт с людьми, умение к грамотному, адекватному и спокойному общению – это высший пилотаж. Подождите, меня не обманывают мои глаза? Женская походка, блять, на мужском персонаже? Ну блять, ну абсолютно, сука! На сервере это наблюдается не у всех админов. В лучшем случае бинт, куча мне адекватная реакция и прочий бред. Это огорчает. Шестой пункт. Последний пункт – система наказаний. Тут много к чему можно доебаться, и это тянет вообще на отдельный ролик, просто вынесу его как отдельный пункт. Возможно, если вы поддержите видос лайками, я запущу видос именно по системе наказаний. Нравится, в принципе, этот сервер. Даже некоторые админы нравятся. Некоторым даже заигрывают, да? Да, вот Хэллен Весли, Науми Харрисон. Ну вот эти админы помогают в игре. Ну одним из минусов, я скажу, это казино. Потому что я из этих двух лет постоянно там в большинстве времени сливал всё, что нафармилось. Я не играл в казино, я уже был милленером этой игры. Пиздец, сервер класс, ну а казино хуйня. Потому что, ну я там деньги сливал. Я хуе. Вот это, вот это объективность, блять. Вот этот человек раскрывает все понятия, блять. Вот это всё раскрыл. Просто от начала до конца всё. Блять, абсолютно рулиплей. Ну, пиздец. Я не знаю. Я, блять, можно выйти, блять, пожалуйста? Я не знаю, блять. У меня есть ещё друг тут, Гога. Он тоже начал подниматься с нуля. И мы с ним дружим. Так что всем удачи, играйте в сам. Всё, самое хорошее. Что ж, вот что-то похожее должен делать человек, который должен критиковать что-то. Разбирать это явление. Даже со стороны чистой субъективщины. И своего опыта, как у меня. А орать на каждом углу одно и то же, это признак долбоёба, который нихуя не разобрался в теме и полез туда, где его обоссут за нулевое мнение. Бля, ну я обоссал тебя за не нулевое мнение, как ты считаешь. И не нужно ли сейчас говорить, я не такой в жопу лазу рукой, блять. Не нужно. Всё. Это ты. Всё. Ты фальшивка, пойманная за руку. Тебе некуда бежать. Ты фальшивка, пойманная за руку. Как видите, сервак далеко не райский. В нём полно минусов. Но если бы он состоял только из них, онлайна бы не было. Так онлайна, блять, и нету. Это боты. И даже если это просто АФКшники, даже если предположить, что это реально люди заходят покачать ботов, блять. Это ничем не отличается, блять, от ботов. Если люди заходят покачать аккаунт, это ничем не отличается от ботов, блять. Ну, пиздец, я не могу. И это при учёте того, что на серваке нет топовых ютуберов, постоянно его пиарящих. Кроме меня, конечно же, с моими миллионными подписчиками. Сяпки за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим пальчики вверх или вниз. Тут уже как вам угодно. Не, я, пожалуй, палец вниз поставлю. Такой хуйни я ещё не видел. Вот сколько живо, блять, там 17, почти 18 лет. Но такой биомусор, это, блять, в первый раз. Если понравилась реакция, можете подписаться на канал. 50 лайков и новая реакция выходит сразу же. IP Arizona Roleplay Phoenix, хорошего сервера вместе с моим промокодом, никнеймом и всеми прочими веществами, вещами и всем-всем-всем остальным, находится в описании под данным видеороликом. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok